Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро, нового благословенного дня, открытых небес, открытых источников, ясного смысла и твердого решения на ту цель, ради которой мы вышли в этот свет. Господь для каждого из нас имел цель и смысл, прежде чем мы родились. Почему так много людей, идя по жизни, не знают, для чего они родились, куда идут, и от этого иногда опускаются руки, иногда перемешиваются ценности, иногда нет желания прикладывать усилия к выстраиванию отношений, потому что нет понимания цели, нет понимания, ради чего я на этой земле. Если мы посмотрим в историю мысли человеческой, как много философов подходили к этой теме, размышляли, давали свои какие-то заключения, выводы, но на самом деле это не тема человеческого ума, а это тема взять мысль от Бога, ее осмыслить. Для чего я здесь? Не самому ее рождать, а взять ее с небесного источника. Почему? Да потому что микрофон не спрашивает у микрофона, для чего я сотворен. Есть тот, кто сотворил микрофон и использует его в своем призвании и назначении, потому как делал его для себя и для своих задач. Так с любым предметом, который сотворили люди. И здесь у нас не возникает вопрос, почему предметы между собой не решают, для чего они? Почему они не могут поменять свое призвание? Да потому что есть Творцы, которые это сделали, и у нас есть Творец. И Он сотворил нас для цели, которые имел в виду каждому дать, услышать и понять, пока мы на этой земле. Но на самом деле, если люди к Нему не обращаются, то Он не сбрасывает на нас свою информацию. Он дает нам право свободного выбора, позвать на территорию своего сердца, своей судьбы, своей жизни, Его мудрость, Его свет, Его совет, Его понимание или нет. И мы, по крайней мере, я говорю про себя и про тех, кто осознанно уже с нами на связи, те люди, которые когда-то задались этим вопросом и спросили, Господь, а я для чего здесь? Что Ты имеешь в виду, чтобы я сделал на этой земле? И на самом деле, мы здесь для того сегодня, чтобы транслировать его смыслы, понимание, для чего жить и остальным, потому что это как внутриутробный период для вечности, наше тело, и так важно успеть развиться для той вечности, куда все мы идем. Только у разных людей она будет разная. И поэтому сейчас ценности, которые нас формируют для вечности, очень важны. И поэтому мы подробно прикасаемся к ним, чтобы смысл жизни не был подменен просто заботами, просто суетой, просто заработком каких-то финансов или какие-то, может быть, цели здесь на горизонтальном уровне. Не потому, что они плохие, а потому, что пусть это будет приложение к главному. И вышли люди в поле навстречу израильтянам. «И было сражение в лесу Ефремово». Вышли в поле навстречу. В лесу Ефремово было сражение. То есть сразу же, как только Давид дал направление, сказал, что делать, то люди ждали выстрела, образно говоря. Стартовый выстрел прозвучал. Они получили направление, получили наставление. И более того, знали каждый, кто за какую часть отвечает. И началось сражение в лесу. Вы знаете, интересно, что далеко не всегда в лесу проходят сражения. Как правило, они на открытом поле. И вроде бы на открытом они начинали, а потом оказались в лесу. И это интересный поворот событий, о котором мы поговорим уже дальше, именно потому, что лес – это тоже природа, сотворенная Богом, которая может работать на помазанника, которая может работать на избранника, либо наоборот, на того человека, который поднимается против. Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что у нас есть понимание того Творца, который сотворил нас для себя, который сделал нас носителями Твоего Царства, представителями Твоей воли. И пусть Божье благословение Твое, которое обогащает и печали не приносит, сопровождает нас во все дни жизни нашей. И дай нам благодатью укреплять сердца. Благослови нас пониманием и слышанием Твоего голоса. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.